Ну всё, Стариковские посиделки кончились. Давайте, идите. Что? Что там? Нет, по листочку не надо. Нет. Знаешь, что? Нет, почему же? Можно будет выступить. Я говорю, ну пошли за курсы. Надо же, представляет интересную стихию. Вроде неплохие. А выходить на сцену не хочет. Да, пожалуйста. Ну не кончились, Стариковские. Зина Октябрьская. Вы готовы? Зина. Зина. Давайте. Где Зина Октябрьская? Слушайте, вы меня... Всё, я сейчас завершаю. Давай Стариковские посиделки. Меня давай. Давай Стариковские посиделки. Людмила, пожалуйста. Давай. Ещё, вот я в следующий раз позову, не выйдите. Я пропускаю. Всё. Всем добрый вечер. Мне очень нравится, что здесь происходит. Так молодо, талантливо. Поделюсь с вами... Людмила, горни! Поделюсь с вами, спасибо. Несколько стихотворений из своей новой книги. Сжигаю прошлое в камине, Пылают с треском дневники, Горят стихов черновики. Свободна я от них от ныне, И что мой почерк всё давно перепечатано на клаве. Я не стремлюсь к посмертной славе, Но книжки, видеокино, Несовершенный звук гитары, Чуть низковатый голос мой, Останутся архивом старым, Хотя б в одной душе родной. Спасибо. У нас как-то проект. А скажите, читайте Людмиле Корни ещё одну стихотворение. Да! Спасибо. Ну, теперь уже в памяти мамы. Теперь уже. Время цветастую радугой Застыло над дачным крыльцом, Где ветер порывистый с Ладоги, И мама с поникшим лицом. С утра погружение в прошлое, И, кажется, в тысячный раз Я слышу затёртый до пошлости О жизни счастливый рассказ. Прекрасно жилось с коммунистами, Вкуснее была ветчина, И мечутся фразы неистого. Чужой у меня стала страна, Пожары, убийства, наркотики, Не лечат больных стариков, И шлюхи кругом, и невротики, И пьяниц полно, и воров. С утра и до позднего вечера Всё шепчет по-милу и прости. В ответ возразить маме нечего, А внукам в России прости. Удобное радио. Ни сон, ни выдумка, ни блеф. При входе скромный барельеф Красивой женщины, Она и моложава, и стройна, Скрестила руки на груди. Со мною рядом посиди, Как будто ты слось едва, Горят на мраморе слова, Пусть не услышит микрофон, Пустой словесный перезвон, Как злободневно довелось Сквозь время с Ольгой Бергойц Найти единство острых тем На итальянской двадцать семьдесят. Браво! Я была там на... У меня просто просьба. Можешь пару слов перед стихом? Нет, мы тебя ещё послушаем. Такие маленькую легенду о стихе. Одним предложением, ну что ли. Чтобы не просто тупо стихи были. Ах, так, тупо стихи. Это хорошая образная. Легенды в северных стихах. Легенды в северных стихах. О, кстати, неплохая стиха. Нет, вот, ты следующий стих какой будешь исполнять? А следующий я буду исполнять хороший. А есть история жизни, которая связана с тем, что ты будешь исполнять? Да вся история жизни, она вся в стихах. Володя, ну сказала же она древна. В стихах всё о себе и ничего о себе. Нет, я забыл всё. Вопрос, здесь не водка, здесь вода. Вот этот стих, который будет звучать. Ты когда его сочинила? В каком году? Э-э-э, год назад. Год назад, хорошо. Почему ты его сочинила? Что возникло? А вот шла и сочиняла. Где шла? Где шла? В скверу, где детки и грибочки. Не мешай мне, пожалуйста, барабас. Хрен. Неспешно через сквер иду одна. От прожитого дня на сердце праздник. Над крышами красавица луна, загадками космическими дразнит. Ночным простором радостно дышу. Лезящим рифмом полная свобода не раздражает. Юных граждан шум. И не боюсь бомжей гнилого сброда. В стихах бывает трудно урезать. Чушь бы такую и души порывая. Друзья мои, пусть улыбнутся криво. И нет рукав, обрадуется рать. Когда-нибудь недужная молва взорвется астероидом небесным. Пока же я о кынам неизвестным пою о том, что вижу. Чак жива. Ну и заключение, мадья, дорогая. А в сердце поселилась радость и политический кураж. Пираты так презрев усталость берут корабль на бардаш. Мой труд потребует усилий. Я графоманам не слыву. Особенным гарнийским стилем Впишу стихи в миров канву. Спасибо! Людмила Агарний! Людмила Агарний! Кстати, у Людмилы называлась... Как у тебя называлась там? Сейчас. Пусть не услышит микрофон. Да, я собиралась вообще. Я вообще-то так всегда известна, как борец с графоманами. Да, да, да. Так и называлась. Протест с графоманией под девизом «Пусть не услышит микрофон». Вот у меня, знаешь, такое секунду. Есть одна. Вот смотрите, многие поэты, в данном случае ошибки нет, потому что ты все-таки уже мастераитый товарищ. Смотрите, она прочитала «Корабль на бардаш». А когда глазами читаешь, «Корабль на бардаш», то есть у тебя, да, там уходит эта самая, да? А у тебя что, «Кораболь на бардаш»? Так я наоборот, я тебя хвалю. Говорю, что нормально, а вслух получилось... А вслух получился «Огрех». Хорошо, спасибо. Это была Людмила Гарни. То есть на самом деле «Огреха» не было. «Корабль на бардаш». «Кораболь на бардаш». «Андрей, скажешь что-нибудь?» «Насчет «Кораболь на бардаш» — это кому как. Набоков такие штуки называл мнимый добавочный слог и очень к ним приставал. На самом деле не всякому нравится пропуск вот этого слога. Но вообще, это крепкие мастеровитые стихи, но уж очень советские такие оптимистические. Ну я же оттуда и подлежу, друзья мои. А есть у тебя какие-то советские стихи? Есть. Давай. Сейчас не буду. Молодим. Нет, следующий. Ну давай, давай, Людмила Гарни, потом не... Сиди сюда. Не боюсь. Подопряжался, Людмила Гарни, Люда. Все, зал, давайте попросим не советские стихи. Один хотя бы, не советский. Давайте. Ну ладно, вот вам про любовь. А я не знаю, что значит не советские. Русские стихи про любовь. Называется «Набор для специй». Знаете, да, там где-то такое вот всё? Парочка стеклянных рыбок и своя у каждой роль. Рыбки первый, хвостик гибок. В ней хранится соль. Перец той, чем чей взор туманный, горше не взыскать. Будем сыпать соль на раны, перцем присыпать. Про любовь. Спасибо. Людмила Гарни, а если бы тебе было 15 лет, то ты бы ещё добавила там «Ёд твою мать». Не присыпать там, да? Они так и делают. Они его, понимаешь, они так и делают. Я сейчас могу добавить. Тет-а-тет. Да, хорошо. Спасибо. Давайте. Это была Людмила Гарни. А теперь...